Здравствуйте! Давайте в эфире программа у книжной полки. Ее ведущая Наталья Казанцева. Часто люди спрашивают, а зачем исповедоваться? Вроде и грехов-то нет особых, не грабил, не убивал. И вообще, покаяние, что это такое? Для чего это нужно, если у нас и так все в порядке? Но действительно ли в порядке? А может, мы просто не заглядывали в свою душу, не видели тот беспорядок, который там творится? И разве совесть не обличает нас всякий раз, когда мы близки к греховному падению? Конечно, все это касается нашей духовной жизни, стержнем которой и является покаяние. А что значит «каяться»? И чем отличается исповедь и покаяние? На эти вопросы отвечает митрополит Антоний Сурожский в книге, которая так и называется «Об исповеди». Эта книга продолжает серию публикаций творений владыки Антония, которая выходит в свет при содействии издательства «Терри Рем» и фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Владыка Антоний, по словам издателей, пастырь, открывший веру и церковь тысячам людей в России и за рубежом. Его наследие расходилось сначала в сам издате, затем многочисленными тиражами самых разных издательств. И лишь в двухтысячных наступило время его систематизации. Многолетним редактором «Наследие» владыки является Елена Львовна Байданович. Она познакомилась с владыкой Антонием в 1966 году вслед за своей сестрой Татьяной. Многие проповеди и беседы владыки Антония стали известны читателям благодаря трудам сестер. Они записывали его беседы в аудиоформате, собирали выступления разных лет, готовили тексты к публикации. Их редактура сохраняла ощущение живой речи митрополита Антония, а потому была одобрена им самим. О беседах архипасторе, которые проходили в России, Елена Львовна говорит следующее. «Слушали митрополита Антония всегда с интересом, как глоток свежего воздуха, как бы банально это ни звучало. Некоторые относились немножко настороженно, считая, что он может быть носителем каких-то западных влияний. Сам владыка говорил про себя. Я не богослов». Но это, разумеется, относительно. Можно вспомнить святоотеческое определение богослова. «Если ты часто молишься, то ты богослов. Богослов тот, кто знает Бога самого». В этом смысле он богословом, конечно, был. По словам Елены Львовны, первые книги митрополита Антония вышли на русском в начале 1990-х. Тогда был булм репринтов, и на этом фоне маленькая книжка «Беседы о вере и церкви» очень выделялась. Она многих задела и зацепила. Люди открывали, читали страницу-другую и говорили «Верю, верю». И, как отмечает президент фонда Егор Юрьевич Агафонов, это было необыкновенно живое слово, очень современное, смелое, не боящееся самых острых вопросов. И оно по-прежнему актуально. «Несомненно», — говорит Егор Юрьевич, «в этом есть некоторая тайна. Прошло два десятилетия с его кончины, и гораздо больше времени с момента произнесения или публикации тех или иных его слов. Это зачастую полвека. Но не настолько сильно мы изменились, чтобы не ощущать его слова, по-прежнему обращенными к нам. Призыв владыки — обратиться в глубину, чтобы на глубине обрести встречу, остается таким же важным для нас, как и раньше». Открывая эту книгу, можно узнать, о чем в разные годы и с разной аудиторией беседовал митрополит Антоний об исповеди. В первой беседе, которая состоялась в декабре 1989 года, архипастер отмечает, «Казалось бы, это совершенно ненужная тема для людей, которые родились и воспитывались в церкви. Но вместе с этим, видя, до чего порой бывает бесплодна человеческая исповедь, приходится вновь и вновь задумываться, что представляет собой исповедь, для чего мы исповедуемся, к чему это нас обязывает, куда это может нас привести. Задумываясь над исповедями, которые мне приходилось приносить или которые я слышал, мне кажется, что слишком часто исповедь представляет собой как бы момент, когда мы хотим избавиться от груза, от порой очень мучительной тяжести прежних грехов, для того, чтобы легче было жить. Говоря словами одного мальчика, которого сестра спросила, для чего, собственно, он исповедуется, для того, чтобы скинуть часть прежних грехов, чтобы было место для новых. И мне кажется, говорит Владыка Антоний, что это относится не только к этому мальчику, но относится еще больше ко многим взрослым. Приходят на исповедь для того, чтобы облегчить свою душу, чтобы как-то сбросить тяжесть прошлого. Но приходят ли люди действительно для того, чтобы всерьез примириться с Богом, примириться с собственной совестью, перемириться с своими ближними, покончить с прошлым, для того, чтобы начать новую жизнь. По словам Владыки, покончить с греховным прошлым — это увидеть его во всем его безобразии, неприглядности и уничтожить его, чтобы его не стало. В этом отношении, говорит митрополит Антоний, есть замечательное и очень строго нас осуждающее место в писаниях святого в Арсенофии Великого. Он говорит, что если мы действительно увидели безобразие того или другого греха, который нас держал в плену, если мы действительно содрогнулись до самой глубины души, от того уродства, которое этот грех наложил на нашу душу, то можем прийти к такому состоянию, когда мы его действительно оплакиваем. Не слезами глаз, а плачем сердце, потрясением всего нашего естества. И, увидав это, нам делается ясным, что мы больше к этому вернуться никогда не можем. И он говорит, что только тогда мы можем считать себя прощенными Богом. Но, как говорит архипастырь, мало кто из нас может так покаяться. Еще говоря об исповеди, Владыка Антоний отмечает, что человек исповедуется не священнику, но самому Богу. В поучении, которое священник произносит перед исповедью, говорится, «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Я же только свидетель». Это надо помнить. А на вопрос, как надо исповедоваться, Владыка отвечает, «Исповедуйся, словно это твой предсмертный час. Исповедуйся, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь пронести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в вечность и стать перед Божиим судом. Словно это последнее мгновение, когда ты можешь сбросить с плеч бремя долгой жизни неправды и греха, чтобы войти свободным в Царство Божие». «Каждая исповедь должна быть, будто она последняя в нашей жизни», говорит митрополит Антоний. И вот встает вопрос, как готовиться к исповеди, какие грехи принести Господу, как понять, что Господь простил. В этой книге собраны размышления Владыки об исповеди, о покаянии. По словам издателей, они очень просты, понятны любому. Они рассматривают суть таинства покаяния, его традицию и изначально его смысл. Прочитав эти беседы, вы непременно взглянете на это таинство по-новому, с большей осмысленностью и большей любовью к милующему нас Богу. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и, как всегда, желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова